как быть пожилым и здоровым об этом здесь и сейчас мой собеседник кандидат медицинских наук ирина гадзиева здравствуйте здравствуйте если пожилые не участвуют в испытаниях лекарств как можно понять насколько помогают ну что значит не участвует в испытаниях конечно в таких испытаниях которые проводятся двойным слепым методом что значит двойной слепой метод это когда ни врач не больной не знает где пустышка а где действующее вещество конечно в таком деле пожилых людей нет но если уже испытанные лекарства если мы уже видим его эффективность но мы же назначаем доктор же назначает эти препараты своим пациентам в том числе и пожилого возраста и доктор же делает какие-то выводы насколько у пожилых это эффективно вот таким образом мы тоже можем сказать мы всегда участвуем в конференциях есть различные журналы где любой врач может написать свое впечатление о том или ином препарате а другой врач прочитать это есть интернет где врачи я имею ввиду врачей которые опишут как они относятся к тому и другому средству и как по их мнению в пожилом возрасте можно или не можно и мы тоже мы не испытываем но мы делимся опытом применение у пожилых болезни помолодели помолодели вот я сижу на приеме я другой раз удивляюсь пожилых мало в основном идут молодые причем с такими болезнями которые раньше встречались 60 и старше а у них уже есть да я бы еще хотела сказать пару слов о об остеопорозе и остеохондрозе вы знаете мне понравилось одно выступление доктора практического который написал не запомнила его фамилии он написал что и остеопороз и остеохондроз это проблема педиатрическая казалось бы суставы позвоночник болят в 50-60 лет а мы говорим о педиатрической дело в том что дети сейчас стали вести крайне неправильный образ жизни они часто часами сидят в одной позе над компьютерами над этими планшетами сидят мало двигаются неправильно питаются неправильно общаются и все это вот такая вот какая-то зажатость она приводит к тому что костная ткань плохо развивается и масса костной ткани ниже чем у их ровесников допустим лет 40 тому назад следовательно когда идет потеря костной ткани физиологическое то раньше начинается и раньше возникают проблемы остеопороза да и родители многие радуются тому что вот он дома этот ребенок и не надо волноваться что он там где-то что-то но он не двигается он сидит да еще и в такой позе спортом не занимается а еще и многие рано начинают курить то это уж совсем нехорошо и вот результатом является раннее поражение опорно-двигательного аппарата ранее то что там у пожилого это тоже плохо конечно но когда в 25 лет мне приходится видеть то что раньше я видела в 60 уже проблема серьезно если в бразилии пять основных лекарств пожилые получают бесплатно то как материальные возможности наших пенсионеров можно учесть я должна сказать что все таки и у нас это единственное что я могу твердо утверждать положительного в этой реформе потому что я эту реформу не особенно поняла но именно сейчас стали выдавать бесплатные лекарства или доступные я неправильно сказал доступ не лики есть такая программа и вот те кто заключил со своим семейным доктором договор то они имеют право на получение либо совсем бесплатных лекарств либо с совершенно маленькой доплатой если они страдают такими заболеваниями как гипертония сахарный диабет нарушение нет гипертония сахарный диабет онкологические проблемы это очень большая помощь я могу это сказать точно потому что сама получаю я получаю доступ не лики это если идти просто в аптеку это страшно тяжело выдерживать тем более что эти же больные не то что вот они полечились там курс и все это ж пожизненный прием поэтому я всем рекомендую найти себе врача которому вы доверяете он вам будет выписывать рецепты и будете получать как вразилии препараты которые вам выписал врач либо совсем бесплатно либо совсем маленькой доплаты я не говорю что все что угодно но есть перечень совсем неплохих препаратов как украинского происхождения так и есть и неплохие вот ферма тела тоже дает препараты неплохие и для этого не нужно какие-то особенные там знакомства или что-нибудь еще просто пойти заключить договор и получить по рецепту эти препараты так что у нас в этом плане все-таки есть положительный сдвиг три правила первое пожилые в испытаниях лекарств не участвуют второе болезни помолодели третье малоподвижность детстве может привести потом к тяжелым заболеваниям мы продолжим разговора здоровья в других передачах берегите себя